Президент Украины амнистировал участников антитеррористической операции, которые не совершали тяжких преступлений. Основные критерии для помилования – незначительная общественная опасность преступлений, тяжелая болезнь и пожилой возраст. Оно не распространяется на виновных в тяжких коррупционных преступлениях, а также против основ национальной безопасности. Во время подписания закона об амнистии глава государства отметил, что о помиловании бойцов АТО его просили военнослужащие и главы церквей. Наша с вами встреча происходит в начале сентября, когда в 1939 году началась Вторая мировая война. И уроки той войны, и уроки событий, которые происходят сейчас – агрессия Российской Федерации против Украины. Учат нас, что вместе с политико-дипломатическим путем мы должны чтить, помнить и уважать своих воинов. Воин должен знать, что народ морально поддерживает его. И если воины и ошибаются, и совершают какие-то преступления, то, конечно, за это нужно наказывать. Так же, как и Господь за грехи наказывает. Но Господь сказал, что и миловать нужно. Когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован. Воинов, не совершивших тяжких преступлений, будет для нас поддержкой государства и даст нам уверенность.